Что касается городских дел, то у нас всё идёт в таком штатном режиме. Иногда бывают определённые проблемы. О том, что происходит в настоящий момент в городском хозяйстве, рассказал на своей очередной пресс-конференции глава администрации Вангорода Михаил Корнеев. Сейчас, если вы проедете по Гагарину, то увидите, что там работает экскаватор. Опять ремонтируется теплотрасса. Всё сделать, все трассы поменять невозможно, хотя мы пытаемся делать это в осенне-летний период, во время подготовки к зиме. Но трубы приходят в негодность и не спрашивают нас, когда они лопнут. Поэтому самое главное – оперативно эту аварию устранить. Оперативно и качественно. Вот над этим сейчас отдел городского хозяйства и работает. Отмечая, что праздники прошли без серьёзных происшествий, глава администрации всё же заметил, что без актов вандализма не обошлось. В последний случай – это ёлка, когда подвыпивший молодой человек, 21 год, залез на верхушку на спор, оттуда сорвался, порвал все гирлянды, ветки. Нам пришлось отключить освещение этой ёлки перед самым старым Новым годом. Были возмущения, но вот такая у нас сегодня жизнь. Люди не понимают, что они живут в родном городе, это как твоя квартира. И здесь, я думаю, что нам сообща нужно работать. Понимаете, вот это было в 11 часов, светло, там дополнительное освещение на этой площади у нас. Там вообще светло. И, конечно же, мимо проезжали люди, шли люди, гуляли в 11 часов, не так поздно. Кто-то с работы шёл, кто-то с магазина пятёрочки, она, по-моему, до 11 часов у нас работает. И никто не позвонил в милицию. Всем, так скажем, все сейчас почему-то придерживаются в системе «Моя хата с краю», я ничего не знаю. Михаил Корнеев также рассказал, что этого человека удалось найти благодаря установленным по программе «Безопасный город» видеокамерам. Перейдя в разговоре к текущим делам, глава администрации отметил, что в настоящий момент он готовится к встрече с губернатором области Александром Дрозденко. Я с ним встречался, с Александром Юрьевичем, в такой неформальной обстановке. Договорились с ним о встрече по проблемам Ивангорода. Сегодня мне позвонил специалист правительства Нинградской области. После 27 января будет у меня с ним встреча. Мы будем рассматривать несколько вопросов. Во всяком случае, я постараюсь ему задать эти вопросы и решить это газификацией второй очереди частного сектора. Нам необходимо решить вопрос проектирования этой ветки. Второе – это софинансирование международных проектов. Третье – это капитальный ремонт дорог. Четвертое – это строительство бассейна. И, конечно, предстоящие выборы. Мы должны знать, что думает губернатор по поводу Ивангорода, есть ли у него какие-то планы и так далее. Ну и самое главное, что я хотел бы у него получить – это поддержку нашей заявки на проведение дня Ленинградской области в Ивангороде. По словам Михаила Борисовича, проведение дня области в Ивангороде напрямую связано с дополнительным финансированием, направленным на благоустройство города. Конечно, для города Ивангород, получив 200 миллионов, мы здесь сказку сделаем по всем улицам за эти деньги. Нам только нужно быть подготовленными, чтобы были сметы, были паспорта, провести вовремя конкурсы, аукционы, и чтобы нас подрядчики не подвели. Затронув тему подрядчиков, глава администрации Ивангорода рассказал, что после ремонта улицы Котовского в микрорайоне Парусинка, организации, выполнявшие работы, пока деньги не заплачены, и на это есть причины. Мы же сделали лабораторные исследования, сняли пробы, там есть и занижение слоя, в некоторых местах до 2 сантиметров не хватает асфальтного покрытия. Есть, когда слой первый от второго отслаивается, потому что не были сделаны определенные технологические работы, а это битумная пропитка слоя. В общем, вот такие есть, где есть заужение самой улицы, нет стыковок, например, с улицы Пасторова, с новым асфальтом, там уже появилась ямка. То есть там есть рыхлость асфальта самого, то есть в местах, где есть колодцы, не укатали как следует, то есть не прижали его. Поэтому там много причин, которые нужно устранять. Возможно, нужно будет опять фрезеровать его. Михаил Корнеев отметил, что устранение недоделок будет проходить в летний период, поскольку зимой такие работы не производят.